Важна свобода. Будем мы неразвитыми, бедными, но при этом свободными, или будем мы богатыми, развитыми, но при этом не свободными? Я не задумываюсь, выберу свободу, потому что, будучи свободными, бедными и неразвитыми, мы имеем возможность развиться, стать богатыми, и ответственность лежит только на нас. Саламу алейкум, бро, марш вовил, не пропадай больше так. Адам. Саламу алейкум, тумсо. Как говорят, что посылаются правители, которые заслуживают народ. Вопрос, может мы заслужили такого правителя, если нам дать волю, все будут стремиться к власти и деньгам, создавая банды. Саламу алейкум ассалам. И вот этот наместник сегодня реализует политику нашего врага на нашей территории. Это не правитель наш, это враг, это его наместник. Поэтому тебе нужно будет перефразировать. Аллах посылает врага к нам, не который, можно сказать, которого мы заслужили. Правильнее будет сказать, что Аллах посылает нам врага, как испытание для нас, когда мы заслуживаем этого испытания, когда мы делаем что-то не так. И да, это причина задуматься над тем, что же мы делали не так. Исправить это, и потом снова вступить в борьбу, в сражение с этим врагом. Вот как надо на это смотреть. Но ни в коем случае не называть врага нашим правителем. Ты знаешь, скоро Чечня будет отдельно государя состав России, и ты поддерживаешь это? Отдельное государство ты хотел сказать? Если да, то да, поддерживаю. Чеченцы вроде устраивают положение дел на сегодня в регионах, чеченцы ходят в футболках Ахмат, хотя никакого отношения к власти не имеют. Ну, такие тоже найдутся. Как говорится, в семье не без уродов. Войдите, пожалуйста, в положение. Не может же весь народ чеченский быть таким одинаково правильным. Не может. Среди нас есть и такие, как Кадыров, Делимханов, Иудов и прочие. Но есть и такие, как Дудаев, Масхадов, Яндербиев и так далее. Добрый день. Расскажи о своем отношении к чеченским миллиардерам Байсарову, Арсамакову, Джабраилову и другим. Как они относятся к идее независимости Чечни? Но как-то открыто свое хорошее отношение к этому они о нем не говорили. Поэтому мы полагаем, что, наверное, у них отношение к этому не очень хорошее. Учитывая, что они не столько чеченские миллиарды, сколько российские. Свои капиталы многомиллионные, миллиардные они сделали в России, живут они в России, бизнес у них все в России. Так что это обычные российские бизнесмены, миллионеры, миллиардеры только чеченского происхождения. Соответственно, и отношение к вопросам нашей государственности, нашей независимости у них будет с корректировками на их бизнес, на их капиталы. А их капиталы и их бизнес может пострадать в ситуации нашей независимости. Они так думают, у них есть какие-то риски. Вдруг там начнут на чеченцев как-то давить и так далее. Они могут оказаться. Поэтому, я думаю, они будут, наверное, иметь негативное отношение, скорее всего, к этому. Ну, а так, быть может, что у них там в сердце, мы, конечно, не знаем. Также, если по отдельности, по каждому пройтись, то Байсаров этого, ну, вообще такой типичный представитель российского бизнеса, дружит с Кадыровым. Ну, в общем, я думаю, он разделяет полностью политику Кадырова. Что касается Арсамакова, то, по-моему, уже даже и не миллионер. Его очень сильно переехали. Последняя информация о нем была, что его, как, типа, под домашним арестом держат кадыровцы. Короче, что-то... Изначально он с ними был в хороших отношениях. Кадыров даже его публично хвалил. Но потом что-то они, видимо, не поделили. Скорее всего, Арсамаков где-то не заплатил, там, не выделил какие-то средства, которые, наверное, в наглую, как путем рэкета, хотели у него отжать. И, в общем, они стали не друзьями после этого. Что касается Джабраилова, то то же самое изначально был в очень хороших отношениях с Кадыровым. Метил, насколько я понимаю, не Умара, а его брат, по-моему, как его звали, забыл я. Хусейн, кажется, Джабраилов его зовут. Могу ошибиться. Короче, его брат метил на должность премьера. Но когда его не сделали премьером в Чечне, у них тоже отношения похолодали. Вроде как врагами не стали, но и друзьями тоже уже не являются. Но учитывая, что все они либо дружили, либо до сих пор дружат с Кадыровым, мы полагаем, что отношения к нашей независимости у них, скорее всего, негативные. Такой вопрос, Томсо. Если была бы власть та, о которой говоришь, но экономика и культура была бы, как у всех кавказских дотационных республик, тебя бы это устроило? Или процветающая Чечня, но с жестким режимом? Послушай, для меня важна свободная Чечня. А вот эти вот вопросы, как экономика, развитость, неразвитость, бедность, богатство, это второстепенные вопросы. Я не смотрю на это из шкурного интереса. Важна свобода. Будем мы неразвитыми, бедными, но при этом свободными, или будем мы богатыми, развитыми, но при этом не свободными? Я не задумываюсь, выберу свободу, потому что, будучи свободными, бедными и неразвитыми, мы имеем возможность развиться, стать богатыми, и ответственность лежит только на нас. А вот будучи несвободными, какими бы развитыми мы не были, это ничего от нас не зависит. Мы сами не являемся себе хозяевами, поэтому, когда там в Кремле решат сделать нас бедными, мы станем бедными. Я не хочу, чтобы было так. Я хочу, чтобы мы сами были ответственны за то, что у нас происходит. Так что, я за свободу. Ты, бро, когда кушал последний раз доширак, когда был в России, скажи, пожалуйста. Я, по-моему, последний раз вот эту лапшу заварную кушал в закрытом лагере Польши. Причем это делалось не от того, что там плохо было с едой, а просто к нам подселили, ну, в смысле, тоже посадили молодожен из Вьетнама. Муж с женой. И что-то один день я замечаю, как они эту одноразовую заварную лапшу готовят на кухне, и прям мне ее так захотелось. Два раза в неделю нам давали делать закупки. И, в общем, на следующую закупку я купил много этой лапши заварной и поел ее. Правда, после одного раза, по-моему, мне хватило. В общем, больше я ее не ел. В общем, больше я его 업 Gesу настоящим. Я все готовы. Вот кто-то предоставил llegó в нем, Вместе с ним имеет звуги. Что-тоみたい. Я слышал, что я Samsung, которые бушу業, когда я пришел. Я южуна, cho zelfiers. Я separ Thompson. Продолжение следует...